Первое серебро Абхазии на международных спортивных играх БРИКС принес представитель нашей сборной, борец по греко-римской борьбе Рамазан Арабханов. В финальном поединке он уступил сопернику из России Сергею Степанову. Рамазан, расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях, о своих впечатлениях и как тебе удалось дойти в такой сложной борьбе до финала и нанять второе место и принести Абхазии это гражданное серебро. Я, конечно, настаивался на золотую медаль. К сожалению, получилось выиграть. Настрой вроде был хороший, но, к сожалению, не получилось. И эмоции так тоже неплохие, хорошие эмоции тоже. Но ты готов в дальнейшем за Абхазию вперед бороться, выиграть, побеждать? Конечно, я готов газовать дальше и буду радовать вас своими победами. 20 июня на Играх БРИКС продолжали соревнования по греко-римской борьбе с шахматом и боксом. В борьбу вступили и спортсмены по футбольному двоеборью. Наша команда встретилась с командами Ирана и Узбекистана. Нашу республику представляют Аля Сасланза, Тимур Агрба, Ринат Ласурия, Канку Чуберия, Баграт Квициня, Асхат Аршба и Инал Амичба. Тренер сборной – Шаббат Логуа. По итогам первых игр наша футбольная команда одержала победу над иранскими спортсменами со счетом 8-5. Первая игра была довольно сложная. В FIFA соперники были очень хорошо подготовлены, создали себе небольшое преимущество, но благодаря нашим спортсменам, нашей команде мы сплотились, смогли показать хороший результат. Большое спасибо болельщикам. Ждите еще лучших результатов. Мы будем делать все, что в наших силах. Соревнования по шахматам прошли по дисциплине «Быстрые шахматы-рапид» в 4 на 4 формат. О результатах поединков рассказал игрок сборной «Отар Хурхумал». Сегодня играли командный рапид. В команде две мужские доски и две женские доски. Командный рапид – 9 туров. Мы сегодня встретились с командами из Белоруссии, Эфиопии, Южной Осетии, Намили, Кыргызстана, Пахрейна, Венесуэлы, Таджикистана и последним туре с Бразилией. Победили в Южной Осетии со счетом 2,5 на 1,5. Победили в Южную со счетом 3. И сыграли в ничью с Пахрейном 2. Судья всероссийской и международной категории по боксу Валериан Орлан принимает участие в международных соревнованиях «Брикс» в качестве судей. Девятый день соревнований был насыщенным для боксера в Абхазии. Наши спортсмены Батал Чежия, Игоря Адлиба, Саир Качарава и Нестор Джанба проиграли своим соперникам в первых поединках. Однако Герман Арджения порадовал болельщиков, одержав победу над соперниками из Белоруссии. Герман Арджения вышел в полуфинал. Это немалый показатель. Ну, будем идти вперед, дальше работать. Всего я попал на три боя. Получается, сегодня боролся за выход в полуфинал. Побоксировал неплохо. Тем более, что первый бой. А первый бой, как обычно, бывает, что он самый тяжелый. Все по силам. И в финал могу выходить спокойно. Главное, чтобы у меня достаточно мотивации, поддержка, как всегда, прекрасная с Абхазией была. Уступила в полуфинале соперница из Белоруссии и представительница женского бокса Беата Аршба, став бронзовым призером соревнований. Чуть-чуть уступила сопернице, но проявила характер, проявила волю к победе. Бой был очень хороший, яркий такой бой. Судьи даже оценили, что она хорошо себя проявила. Ну, к сожалению, чуть не хватило, но медальку за третье место она все-таки заработала и заслужена. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал. Поддержка это очень много значит. Также меня поддерживали из Венесуэлы спортсмены. Это очень подбатривает во время боя. Спортсмены Абсны достойно представляют свою республику на международных мультиспортивных играх стран БРИКС, где также принимают участие представители более 60 стран. Они в самом эпицентре спортивных мероприятий, где своим талантом и маленькими достижениями в мире большого спорта привлекают внимание звезд мировой величины. По итогам девяти дней соревнований в копилке абхазской сборной четыре бронзовые и одна серебряная медали. Адица Сагария, Нарсу Цулукия, Казань, Абхазия.